На Харьягинском месторождении продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. 25 декабря на одном из участков трубопровода произошла разгерметизация, в результате чего на земле по предварительным подсчетам оказалось порядка 110 кубометров жидкости, содержащей нефть. К месту инцидента отправилась межведомственная группа и представители СМИ. Репортаж Алины Волучейской. Вертолет с представителями межведомственной группы вылетел из окружной столицы спустя 18 часов после того, как стало известно об инциденте. Спустя час проверяющие уже в поселке Харьягинский пересаживаются в автобус и следуют к месту прорыва трубы. В составе группы сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора и Ростехнадзора, а также полицейские, представители нефтяной компании и Департамента природных ресурсов. Прибыв к месту аварии, наблюдаем следующую картину. Два десятка рабочих ликвидируют последствия утечки нефтесодержащей жидкости. Как выяснилось из разговора с нефтяниками, здесь 25 декабря произошла разгерметизация внутри промыслового нефтепровода, вследствие чего порядка 110 кубометров нефтесодержащей жидкости оказались на снегу. Есть ли угроза того, что нефтесодержащая жидкость попала в грунт? Нет, исключено. Ну а сейчас вот мы здесь видим, что это идет распыление по снегу, поэтому и грунт промерзший, поэтому в грунт ничего не попало. Ну и сейчас самое главное, что вовремя остановили эту утечку. Площадь разлива порядка тысячи квадратных метров. По словам нефтяников, к локализации последствий утечки приступили в тот же день. Трубопровод уже подлежит реконструкции, и вы видите, рядом уже построен новый. И сейчас строитель его заканчивает, и вот уже есть мероприятие по переходу него. К моменту приезда межведомственной группы последствия устранялись вручную. Из-за низких температур, а в районе, где произошел инцидент, минус 40, тяжелую технику задействовать не удалось. Экскаваторы и бульдозеры вышли на уборку, как только немного потеплело. В настоящее время работа организована для смены, 20 человек здесь работает. Собрано порядка шести кубов загрязненного грунта. Работа организована в правосудочном режиме. Планируется привлечение тяжелой техники, что чрезвычайно ускорит ликвидацию данного пятна. Толщина загрязненного слоя снега около 10 сантиметров. Собранная нефтесодержащая жидкость будет вывезена на полигон, где ее должны переработать. Природоохранным структурам предстоит выяснить, нанесен ли ущерб окружающей среде. Зафиксируем объем нарушения, объем разлива, размеры и объемы разлившейся жидкости нефтесодержащей. Как мы видим, то что нефтесодержащая жидкость в такой температуре, она расположилась поверх снежного покрова и не проникла в почву на первый взгляд. Это еще предстоит оценить сотрудникам Росприроднодзора и профиль природоохранной прокуратуры. Будем усилять контроль, будем призывать нефтяников более ответственно подходить к своей инфраструктуре. Также по факту разлива на Харьягинском нефтяном месторождении прокуратура Ненецкого округа начата проверка. В ходе проверочных мероприятий будет проверено соблюдение требований экологического законодательства, законодательства о промышленной безопасности, дана правовая оценка действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей природной среды, своевременности и полноте принимаемых мер по ликвидации разлива. В 2020 году это не первый случай, когда на месторождениях Ненецкого округа произошли утечки нефтесодержащей жидкости. Летом из-за коррозии трубы на одной из кустовых площадок Дюсушевского месторождения, компании «Полярное сияние», произошел разлив объемом порядка 10 тонн. Осенью в районе Харьягинского месторождения было зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Колова.